406 инжекторный мотор и перед тем как она встала просто в пятилетний застой волгу мы оставили в листе безопаснее это нет быстрее да поэтому мы двигаемся так санечка креп всех приветствую вы на канале база торгов и сегодня мы находимся в городе элиста мы приехали сюда чтобы забрать тачки которые мы выкупили с торгов по банкротству по ценам ниже рыночных на них бомбовые номера и сейчас я отправляюсь чтобы эти машины забирать элиста жди ну вот вот шлагбаум да не зря я качался тугие ворота 007 это наше маркетинговое ну в целом неплохой вариант зачем мы забрали эти машины на них интересные номера это не единственная тачка с номерами которые мы забрали на калмыкия когда отыграли мы эту машину нам достался подарок да это ну в основном бывают там какие-нибудь кофты либо забытые вещи в данных машинах но в данном случае подарок это еще одна него уже коротыш вот представьте мы заплатили за одну машину а получили целых две но у этой машины уникальная история ее только в пятницу сюда привезли то есть пару дней назад а стояла она совершенно в другом месте за 300 километров отсюда знаете есть такие подарки которые вообще не хочется забирать и лучше таких подарков не было в данном случае так как мы база торгов мы всегда найдем способ чтобы выиграть в данной позиции и эта машина находилась за 300 километров от элисты вот представьте нам сначала ехать в элисту забирать там несколько автомобилей потом еще ехать этот большой целью несколько часов и потом уже порядка там 10 8 часов ехать в ставрополь вот всем этим скопом автомобилей но мы нашли выход из этой ситуации и человек который был ответственный за этот автомобиль он нам всего лишь за 5 тысяч рублей это с учетом бензина всех расходов он привез его нам сюда чтобы просто для нашего удобства разом забрать все эти автомобили то есть как видите салон тут не лакшери придется им заниматься но в любом случае это подарок который еще вроде бы на ходу раз она сюда приехал пойдемте дальше смотреть что у нас еще три подарки еще один автомобиль с интересными номерами а м е 400 значит этот автомобиль у нас план какой продать здесь и сейчас видя вот данный слой пыли можно понять что она очень очень долго стояла по предварительной информации пять лет просто машина находилась без движения и у нас сейчас главная задача реанимировать эту машину потому что остальные на ходу сейчас мы выгоняем и уже начинаем заниматься дальнейшим нашим планом по движению ставрополь и продажи этой зайки ну чё а ты же боишься аккумуляторы где-то очень . нравится она это знаете у нас была белая audi мне это гораздо больше нравится потому серьезно это состояние это реально как капсула времени по пробегу там написано 539 тысяч но так как она была на фирме ну вряд ли это ее оригинальный пробег уж этом сидушки у него нормальном состоянии салон нормальном состоянии то есть тут все чистенько аккуратненько сделано значит это 406 инжекторный мотор да ну здесь его обслуживали перед тем как она встала просто в пятилетний застой вот знаете это та тачка которую ты просто вот с удовольствием продажи и она тебе вот знаете если она еще поедет она не лично будут кружочек сделаю и вот с кайфом передам ключи покупать 1 я на это мероприятие не мог приехать потому что мне бы было просто стыдно перед нашим механиком фиксиком александром без нашего мастера который собирает тачки моторы он нам просто был необходим потому что мы сейчас будем реанимировать нашу волгу танец пожелайте нам удачи пожелайте нам удачи фиксик запускатель сейчас будем ее толкать задний сайт так она не захотела запускаться придется уже тяжелую артиллерию сейчас крузак будет ее дергать да огонь все . на ходу на 50 тысяч сверху продажи она подорожала на глазах поедем с комфортом итак ну что сейчас мы осуществляем план будем звонить нашим потенциальным покупателям просто я сейчас буду проходить совсем по всем кто мне звонил так вы вот по волге звонили да да инжекер на 406 движок едем продавать автомобиль у нас минимум бензина вентилятор работает я первый раз еду сам к покупателю показывать ему машину просто что это за безобразие дело толерантность так продавцу давай я вам сам подключусь победу нет мой кого же у меня подъезжать показываете не буду ему торговывать не рубля да да при этом выиграл договора почетный выиграл нормальным раз выиграл ну что машины куплены документы забрали ее помыли тем самым сделали ее стоимость выше и поедем сейчас ставрополь их там продавать и так можно мы еще не успели толком то выехать из калмыкии как уже просто две машины у нас встали санечка сильно хотел вставку что забыл заправиться сами почему-то не заправил бензина показать пол бака ты на это понадеялся то есть не заправил кстати волгу мы оставить вылезть и знаешь почему почему ну я тебе подогрелся человеком который купит он ее завтра только хочет купить короче макс кашли ему нахер но итоге подкидывали монетку типа решали ехать на ней или не ехать в итоге мы останавливаемся она начинает кипеть у нее не работают фары и мы ее оставили я сказал тип завтра приезжаешь с утра покупаешь вот как хорошо так а мы до заправки доедем я не уверен что мы вообще куда-то на не доедем ну едет сам а это максимум почти что едет с а не газу не даешь да мотон 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 есть нет сигналы и а а а уже 80 километров в час вы едем саня смотришь мудагас сейчас нормально она провоксовывает 80 едем под горочку включаем пятую а если ты воздушный поток макса попадешь не я потихонечку можно попробовать разогнать чуть-чуть давлю так по-моему выражение лица видно что не все в порядке мы на этой ниве понимаем что будем ехать очень долго и поэтому сейчас анечка пошел привязывать безопаснее это нет быстрее да поэтому мы двигаемся так санечка крепко какой разгон уже начинается нынче страшно ощущать вот и подошел наш день концу мы доехали до ставрополя день выдался максимально продуктивным значит две машины привезены а волга осталась в элисте потому что мы решили что так целесообразно ее оставить там и выставили на продажу то есть там уже покупатель потенциальный есть значит по этим двум машинам какая ситуация есть один нюанс приставские ограничения которые наложен наложены в рамках процедуры банкротства они в скором времени снимутся сегодня мы встречались с покупателями на данные номера 007 вот с ними все уже договорились ждем снятия ограничений номера уходят и соответственно эти две машины выставляются на продажу а если вы хотите узнать какая маржинальность по прибыли у нас получилось то смотрите в следующих выпусках спасибо за просмотр а